МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начну с истории человечества. Я уже обещал, что постепенно буду открывать эту тайну. Но постепенно, чтобы из моих слов люди не смогли бы сделать посмешище, что так присуще человеку без веры. История огромная, исчисляемая десятками тысяч лет. И все, что вы знаете или почти знаете, растянулось на какие-то примерно 10 тысяч лет. Но это только этап развития человечества. И это только малая часть истории, почти ничего не объясняющее и не говорящее о реальном прошлом людей. Постепенно, по мере подготовки людей, которые должны пройти откровение, а затем и толкование, я начну объяснять людям строение моего мира, покажу происхождение людей, объясню мой замысел и приоткрою систему миров, в которых параллельно вам, землянам, есть галактики разумных существ, достигших в своем развитии небывалых, по меркам людей, успехов. Все это связано с тем, что во Вселенной другие разумные существа и не обязательно по форме напоминающих людей приняли мой миропорядок и усвоили знания мои, сделав их краеугольным камнем концепции своего существования. Но это все потом и не полностью, потому что эта информация вам недоступна из-за низкого менталитета и нежелательна, поскольку может действительно привести к коллапсу и не столько мир ваш, сколько ваше сознание и психику. Зачем вам это знать? Вы по сравнению с другими мирами все еще ходите в детский сад, а первые, вы их знаете, заповеди, данные мной Моисею, были правилами поведения в этом детском саду, где необходимо было делиться игрушками, не драться, уважать старших. Чуть глубже знания были даны вам Христом и Магометом, но во всех случаях это были базовые знания молодого человечества, только начинающего свой отсчет времени во Вселенной. Поэтому я не могу детям в дошкольном возрасте давать информацию по высшей математике или физике. Необходимо учитывать, что вам потребуется время принять правила поведения в школе, в которую вы приняты, и в которой вам будут даны знания, соответствующие вашему предназначению. Я вам продиктовал и продолжаю диктовать учебники начальных классов, и ваша задача — познать эти знания и быть готовыми к переходу в другой класс, на более высокий уровень общения человека и Бога. Я подведу вас к величию, к знаниям, но и вы, как я уже говорил в самом начале Откровений, не должны безучастно слушать, читать слова мои, а впитывая их, вам необходимо формировать свою позицию для будущего движения вперед. Процесс идет, но медленно, по многим причинам, а время подпирает и требует активного вмешательства моего в дела человечества. Я наращиваю давление на людей, заставляя их все чаще и чаще обращать глаза к небу и думать о Боге, о светлой дороге к истине и неминуемой каре за содеянное. Процесс распространения моих знаний продолжается. И хочется тебе или нет, но очень скоро и сам созреешь, и обстановка заставит взять на себя ответственность за слова мои. Люди хорошо знают, что человек формируется и закаляется в беде, и в состоянии наличия проблем, которые порой кажутся никогда неразрешимыми, есть предтеча формирования характера и стойкости моего божественного воинства. И это прежде всего относится к тебе, который должен первым принять удар недоверия, ненависти разъяренной толпы. И твоя стойкость есть стойкость всего моего воинства. Потому что то, что дано тебе, нет более ни у кого. И люди, зная это, верят в твою стойкость, непоколебимость и, конечно, в успех моего дела. Поэтому твои проблемы я знаю, и вижу, и они еще не вечер. А для многих людей это просто пустяки и блажь. Но они есть последний этап испытаний твоих перед решительным сражением, которое вот-вот начнется. Не обращай внимания на трудности. Да и какие они? Ведь не из-за миллионов долларов я собираю вас. Отсчет идет о тысячах миллиардов долларов. Такова цена России. Речь идет о судьбе России. А раз так, тогда какие материальные ценности мира могут сравниться с тем, что предстоит сделать для людей, для страны? Что такое коттедж или самая дорогая машина мира? Это все ничто. Это все тлен. Совершенно не нужно никому. И тебе тоже. А тем более в моем царстве духовного мира и всех моих миров. Все материальное, за что люди так изуродовали землю, не стоит даже капли по сравнению с вечностью, с моим миром и теми задачами, которые я поставил перед тобой. Впереди вечность. А ты, как человек, все оглядываешься назад, ища опору в материальных ценностях вашего мира. Помнишь, я говорил, что только вперед и только устремленный взгляд вперед выделяет человека из животного мира. А совершенствование сущности, менталитета и, в конце концов, углубление души делает человека человеком, подтверждая его божественное происхождение. Субтитры создавал DimaTorzok